Друзья, привет! Ищите себе нормальный недорогой смартфон? Мы как раз подготовили для вас 5 топовых вариантов за свои деньги. У них хорошая производительность, вполне хватит на скроллинг соцсетей, просмотр роликов, чтение и даже игры. А еще все смартфоны в рейтинге от проверенных брендов. Вы на канале MyGadget и перед тем как перейти к рейтингу мы быстро расскажем, как мы выбирали данные модели. При отборе смартфонов в топ мы обращали внимание на следующие характеристики. Количество оперативной памяти. От этого зависит насколько быстро будет работать смартфон. Да, в играх или тяжелых приложениях на это еще влияет и процессор. Но если речь идет про скорость работы интерфейса и базовых приложений, то тут больше влияние оперативной системы. Правило простое. Чем больше оперативки, тем меньше телефон будет тупить. Мы отобрали смартфоны с объемом не менее 3 гигабайт. Количество встроенной памяти. От нее зависит сколько данных вы сможете хранить на смартфоне. Когда внутренняя память забивается, телефон начинает тормозить и появляются проблемы. Ну не получается загрузить обновления, сделать фото, скачать нужное приложение и так далее. Мы старались подбирать смартфоны, у которых достаточно встроенной памяти. Скажем честно, среди бюджетных моделей таких ну очень мало. Размеры экрана и его разрешения. От этого параметра зависит насколько удобно будет пользоваться смартфоном. Самые ходовые модели на рынке 6,5 дюйма. Модели в рейтинге как раз этого форм-фактора. Еще мы старались подбирать разрешение экрана не меньше 1600 на 720 пикселей. У моделей с меньшим разрешением картинка будет совсем плохой. Время автономной работы. Хоть оно зависит от того, как вы будете пользоваться смартфоном, мы выбирали модели с емким аккумулятором. Посреди дня с пустой батареей вы точно не останетесь. У всех моделей из топа рейтинг на Яндекс Маркете от 4,5. А также много положительных отзывов. Проверенные бренды. Мы подобрали смартфоны только от проверенных производителей, которые представлены в России, имеют гарантийное обслуживание и регулярно выкатывают обновления операционной системы. Итак, давайте же узнаем, кто попал в наш топ. Пятое место нашего рейтинга Samsung Galaxy A13. Цена на момент записи видео 9-10 тысяч рублей. Открывает наш рейтинг смартфон с хорошими камерами, оптимизацией и автономностью. Это отличный вариант для тех, кто ищет недорогой телефон от знаменитого бренда. Смартфон практически с 7-дюймовым PLS-экраном с разрешением 2408 на 1080 пикселей. Качество картинки на высоте. Правда, экран бликует на солнце. За работу отвечает процессор Exynos 850. Это фирменная разработка от Samsung. Процессор обеспечивает хорошую производительность для чтения электронной почты, просмотра видео, игр и т.д. Смартфон работает на Android 12. Samsung Galaxy A13 3 гига оперативки и 32 гига встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью microSD-карты до 1 терабайта. Скажем сразу, это мало. Хорошую производительность удерживает за счет оптимизации от Samsung. Правда, если не использовать SD-карту, то память забивается очень быстро. Камера Samsung Galaxy A13 включает целых 4 модуля. Основную камеру на 50 мегапикселей, ультраширокую камеру 5 мегапикселей и две камеры глубины до 2 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и может использоваться для селфи, видеозвонков и других подобных задач. Все это работает от батареи емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает достаточную для большинства пользователей продолжительность работы без подзарядки. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Камеры по характеристикам, как у моделей за 30 тысяч рублей. Фирменная оптимизация Samsung. Зарядки хватает на целые сутки. Минусы. Очень мало памяти. Рейтинг у смартфона 4,7 на Яндекс.Маркете. У покупателей к нему претензий нет. Надежность по данным ДНС составила почти 100%. В целом, Samsung Galaxy A13 – это отличный выбор для тех, кто ищет недорогой смартфон. У него отличный экран, камеры, очень хорошая оптимизация. Батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Целый день даже при активном использовании телефон проживет 100%. Дальше у нас идет самый дешевый смартфон в рейтинге. Не пропустите. Четвертое место – Tecno Spark 8C. Цена – 7000 рублей. Это самый бюджетный смартфон в нашем рейтинге. Его выпускает и полностью поддерживает в России китайский производитель. За скромный бюджет вы получаете все, что нужно простому смертному. Нормальный экран, камеру, достаточную производительность и автономность. Экран смартфона размером 6,6 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1600 на 720 пикселей. Телефон работает на процессоре Unisoc T606, что позволяет без проблем читать электронную почту, скролить запрещенную соцсеть, смотреть YouTube. Однако тяжелые игры такой камень вывозить уже не сможет. Смартфон работает на Android 11. За производительность также отвечают 4 гигабайта оперативки и 64 гигабайта встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью microSD-карты до 256 гигабайт. В целом этого достаточно для комфортного использования, если вы не собираетесь скачивать кучу приложений или хранить в памяти телефона любимый сериал. Камера включает два модуля. Основную камеру 13 мегапикселей и камеру глубины 0,08 мегапикселей. Можно даже получать нормальные снимки, но у других моделей в топе камера ощутимо лучше. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Для видеозвонков отлично подойдет. Все это работает за счет батареи емкостью 5000 мАч. Ее должно хватить на пару дней активного использования. Плюсы и минусы. Самая низкая цена в топе. Батареи хватит на полтора-два дня активного использования. Не тормозит при повседневном использовании. Минусы. Плохие камеры. У этой модели тоже рейтинг 4,7. Есть единичные жалобы на плохой звук, но от бюджетного смартфона стереозвучание ждать точно не стоит. Оценка надежности DNS почти 100%. В целом, Tecno Spark 8C это недорогой смартфон с базовыми функциями для тех, кому не надо кучи фич и огромной памяти. Также у него достаточно хороший экран и камера. Он также порадует владельца большой автономностью. Так, а кто у нас занял третье место? Есть предположения? Третье место. Realme C35. Цена 8-9 тысяч рублей. Это среднячок среди бюджетных смартфонов. У него хорошие камеры, автономность, экран и достаточная производительность. В общем, вариант для тех, кто ищет недорогой смартфон и не предъявляет высоких требований к устройству. Смартфон с IPS-экраном с разрешением 2408 на 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Будет четкая и яркая картинка. Правда, IPS-экран может сильно бликовать на солнце, особенно при низких настройках яркости. За производительность отвечают процессор Unisoc T616 и 4 гигабайта оперативной памяти. Этого хватает для базовых задач, вроде серфинга в интернете, просмотра видео и нетребовательных игр. Смартфон работает на Android 11. Оболочка интерфейса Realme UI 2.0. Она оптимизирована именно для устройств Realme, поэтому смартфон не тормозит. На борту у нас стандартные 64 гигабайта встроенной памяти. Ее также можно расширить за счет microSD-карты объемом 1024 гигабайта. Основная камера включает в себя три модуля. Главный модуль на 50 мегапикселей и дополнительную камеру 2 мегапикселя для портретных снимков. Плюс датчик фокусировки на 0,3 мегапикселя. В общем, камеры с подобными характеристиками в основном ставят на смартфоны стоимостью от 20 тысяч рублей. Правда, некоторые пользователи замечают, что на 50 мегапикселей основной модуль не тянет. С другой стороны, производитель и не позиционирует этот смартфон как камера-фон. Фронтальная камера стандартная на 8 мегапикселей. Крутое селфи вы вряд ли сделаете, но для видеозвонков сгодится. Аккумулятор на 5000 мАч. На автономность никто не жалуется, смартфон живет весь день при активном использовании. Плюсы и минусы модели. Основная камера на 50 мегапикселей. Заряжается за час. Подходит для требовательных игр. Минусы. Часто приходит обновление прошивки. Средняя оценка покупателей на Яндекс Маркете 4,7 баллов. Основные жалобы на частое обновление прошивки от производителя, а также на отсутствие стандартного силиконного чехла в комплекте. Надежность смартфона по данным DNS под 100%. Она подтверждена достаточным объемом продаж. В целом, Realme C35 – это доступный смартфон с базовыми функциями и хорошей автономностью для тех, кто не нуждается в мощных возможностях. Неплохой вариант для школьников и курьеров. А на втором месте у нас стильный смартфон от китайского бренда. Угадайте, о ком идет речь. Второе место – Vivo Y35. Цена – 10 000 рублей. Производительный, бюджетный смартфон на процессоре Snapdragon. Он подтянет не только стандартные приложения, но и некоторые требовательные игры. А еще у него очень стильный дизайн, который делает его похожим на флагман, а не бюджетник. Устройство. С 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 на 1080 пикселей. Можно наслаждаться яркими и четкими цветами при просмотре видео или фото. Плюс здесь частота обновления 90 Гц, а не 60. Поэтому интерфейс более плавный. Связка процессора Qualcomm Snapdragon 662 с 4 гигами оперативной памяти обеспечивает достаточную производительность для любых повседневных задач. И не только. Процессоры Snapdragon неплохо справляются с требовательными играми. Смартфон работает на операционной системе Android 11 с пользовательским интерфейсом Funtouch OS 11. На борту 64 гига встроенной памяти, которую можно расширить до 1 терабайта с помощью карты памяти microSD. Если доплатить пару тысяч рублей, то можно купить версию смартфона на 128 гигов встроенной памяти. Камера Vivo Y35 состоит из трех модулей. Основного на 50 мегапикселей, 2-мегапиксельной макрокамеры и 2-мегапиксельной камеры для замера глубины поля. Будут классные снимки почти как у флагманов. Фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей позволяет делать селфи, которыми не стыдно делиться в запрещенной соцсети. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы. Также есть быстрая зарядка на 18 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство менее чем за час. Плюсы и минусы модели. Фронталка на 16 мегапикселей. Есть быстрая зарядка. Тянет тяжелые игры. Минусов не обнаружено. Пользователи Яндекс.Маркета оценивают смартфон на 4,8 балла. И оценка вполне заслужена, так как за такую цену у него нет видимых недостатков. Надежность по данным DNS почти 100%, но продаж мало и цифры могут быть неточными. Этот смартфон отличный вариант для тех, кто ищет производительный и красивый аппарат с хорошей камерой и при этом не готов переплачивать. Как видим, серьезных недостатков у него нет. А кто же у нас топ за свои деньги? Смотрите дальше и узнаете. И первое место нашего рейтинга Xiaomi Poco M5. Цена 9000 рублей. А вот и наш топ за свои деньги. По своим характеристикам он очень похож на предыдущую модель. Такой же стильный, производительный и автономный, но при этом стоит немного дешевле. За это и первое место. Устройство оснащено 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 на 1080 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие цвета при просмотре любого контента. Частота обновления здесь тоже 90 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, который обеспечивает достаточную производительность для большинства задач, таких как просмотр видео, навигация, чтение электронной почты и так далее. Также его вполне хватит для тяжелых игр и требовательных приложений. Память здесь стандартная. 4 гига оперативки и 64 гигабайта встроенной памяти. Есть поддержка карт памяти объемом до 1 терабайта. Смартфон работает на андроид 12. Основная камера тоже на три модуля. 50 мегапикселей основная и 2 по 2 мегапикселей вспомогательных. Правда, фронталка здесь хуже, чем у предыдущей модели. Всего 5 мегапикселей. Но ничего, для видеозвонков ее все равно будет достаточно. Аккумулятор стандартный на 5000 мАч. Время работы в режиме разговора 42 часа. А также есть поддержка быстрой зарядки. Плюсы и минусы модели. Плюсы. Автономность 42 часа. Тянет любые приложения. Качественный экран. Основная камера, как у флагманов. А минусов не обнаружено. Средняя оценка покупателей на Яндекс.Маркете 4,8 балла. В отзывах смартфон только хвалят, отмечая лишь мелкие недостатки, вроде неудобного чехла в комплекте и отсутствие оптической стабилизации камеры. Надежность 100%. Ну почти. И она подтверждена высоким объемом продаж. Xiaomi, как всегда, отличный вариант для тех, кто ищет самое лучшее за свою цену. Здесь и хорошая производительность, и камера неплохая, и хорошая автономность. Да и бренд достаточно известен в России. Поэтому проблем с обслуживанием точно не будет. Ну а наше видео подходит к концу. Пишите, что думаете насчет подборки. Может у вас есть на примете крутые и недорогие смартфоны, которые вы могли бы посоветовать нашим зрителям. Пишите о них в комментариях к этому видео. Ну а актуальную стоимость, подробное описание и свежие отзывы вы найдете по ссылочкам в описании, которые мы заботливо оставили каждой модели из топа. Не забывайте про подписку на наш канал, если хотите быть в курсе новинок техники и смотреть только актуальные подборки крутых гаджетов. У нас интересно и много всего полезного. Ну а с вами был канал MyGadget. Мы не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.